коллеги всем добрый день рад всех приветствовать сегодня на нашем вебинаре до уже плюсики в чате пошли пожалуйста коллеги давайте сразу проверим звук и видно ли картинку поставьте пожалуйста в общем чатике плюсики ваши отлично вижу вас так меня зовут владимир трифнов я являюсь менеджером по развитию инфраструктурных решений в компании системный софт вместе со мной сегодня будет рассказывать и показывать решение зайдя к тем которые является предназначена для управления эти инфраструктуры николай леонов является архитектором данного решения соответственно я расскажу коротко нашей компании и дальше николай уже расскажет немножко про возможности решения и большую часть нашей сегодняшнего бинара мы проведем в демонстрации чтобы наглядно и визуально увидеть данное решение его преимущество так сейчас я переключусь на свой экран итак начнем немножко расскажу о нашей компании нашей компании в мае буквально вот несколько недель назад исполнилось 15 лет мы постоянно развиваемся и не останавливаемся на месте постоянно растем даже несмотря на все происходящие события ситуации мы являемся официальными поставщиками большинства российских разработчиков и с каждым из них ведем огромную работу развиваем решение и предлагаем их на рынок соответственно каждое решение которое мы рассказываем показываем проверено нашими инженерами и мы условно нам за них не стыдно коротко остановлюсь про портфель инфраструктурного программа обеспечения который включим в хожу я соответственно компания зодиак про которую мы сегодня будем рассказывать является решением для управления антифраструктурной компания достаточно молодая но разработка активно ведется и собирая обратную связь от заказчиков быстро развивается и закрывает большинство потребностей рынка также нашим портфель входит множество решений начиная от операционных систем систем виртуализации с убд резервное копирование и также там решение большие и сложные по работе с большими данными соответственно на что еще офисные клиенты замена почтовых клиентов почтовых серверов и так далее если с каким-то решением вы еще не знакомы и хотите про него узнать и услышать пожалуйста обращайтесь к нам мы с удовольствием расскажем покажем данное решение остановлюсь немножечко про наш подход про подход нашей компании и нашего отдела в том числе мы за комплексный подход за комплексное решение задачи в вас как заказчиков соответственно начиная с подбора решения относящиеся к вашим проблеме задачи и так далее что является на текущий момент таким непростой задачей соответственно мы готовы поделиться своим опытом своим своим умением там и теми решениями на которые мы про проверили на расплодоспособность и так далее в ходе подхода данного также готовы написать техническое задание помочь с пилотированием решения с тестированием с внедрением то есть по любому вопросам смело можете обращаться к нам никакая проблема там не останется без ответа собственно как познакомиться с решением зодиака тем спросите вы если вы ранее с ним еще не знакомы а самый простой это демонстрация вместе с консультацией ответом на вопросы которые мы готовы индивидуально провести для вас ну и собственно по ходу сегодняшнего вебинара это собственно и произойдет протестировать решение самостоятельно вы можете отправить нам запрос на получение пробной версии и уже индивидуально своей инфраструктуре попробовать развернуть решение и оценить его возможности и самый как завершающий этап это помочь вам с пилотным проектом в вашей инфраструктуре и соответственно с полноценным внедрением если это необходимо со силами наших инженеров и в рамках проекта написание соответствующей документации и некое обучение на ваших сотрудников по мере похода проекта тех сотрудников которые будут эксплуатировать это решение у нас существует общий адрес инфра собак сисов .ру любые вопросы можете задавать писать на этот адрес это адрес общий нашего отдела соответственно всегда подключится нужный коллега если вопрос там не касается в рамках нашего нашей компетенции нашего отдела мы обязательно подключим коллег из других отделов которые свяжутся с вами и возьмут в работу вашу задачу собственно на этом коротенькая моя часть презентации закончена далее передаю слово николаю николай уже более детально остановится на решение за идея к тем и проведет демонстрацию для вас николай передаю тебе снова на коллеги всем добрый день отлично плюсики вижу немного повторюсь за владимиром большая часть сегодняшнего нашего вебинара будет посвящена живой демонстрации решения но тем не менее в самом начале буквально коротенькая презентация на три слайда ознакомительная верхнеуровневая в рамках которой расскажу про само решение про его архитектуру и ввиду некоторые термины которые будут в дальнейшем ходе демонстрации живой использоваться действительно решение зодиака тем это наша собственная разработка позиционируется как система для управления эти инфраструктуры в гетерогенных средах решение является импортозамещенным является собственной разработкой и заранее отвечу наверное на самый популярный вопрос не базируется на базе каких-то опен-сорс существующих программных решений то есть внутри него нет энсибла не папе ты не с олдстека не других готовых фреймворков и или решений для решения задач управления эти инфраструктуры заострю немного внимания на понятие управление гетерогенными средами действительно это так является некоторой отличительной особенностью зодиака тем мы никого не говорим прости можешь вернуть демонстрацию для управления эти инфраструктуры очень разные то есть и само решение его серверная часть поддерживает установку на базе очень разных процессорных архитектур и операционных систем и естественно в части управляемой инфраструктуры решение поддерживать очень разные конфигурации как windows конфигурации так и линукс конфигурации одно из отличительных особенностей является то что мы не стараемся рассадить windows и linux инфраструктуру по каким-то различным песочницам а стараемся в рамках системы предоставить единообразные подходы и надеюсь это тоже вы на это обратите внимание в ходе живой демонстрации а архитектуре решения архитектуры решения на целом позиционеры как централизована везде централизованными элементами управление управляемой инфраструктуры ведется по агентской модели начнем с как раз централизованных участий с части которая предназначена для размещения в центре обработки данных и на следующем сайте посмотри на следующий слайде посмотрим на На управляемую инфраструктуру. Основной ролевой состав системы достаточно компактный. Состоит он из двух ролей, обе из которых являются наши собственные разработки. Это серверы администрирования, серверы коммуникации. По названию, надеюсь, тоже понятно, для чего они предназначены. Серверы администрирования предназначены для взаимодействия непосредственно с администраторами системы, которые посредством веб-интерфейса решают, настраивают и решают задачи по управлению и администрированию IT-инфраструктурой. Серверы коммуникации предназначены для коммуникации уже непосредственно с управляемой инфраструктурой, то есть с агентами системы. Помимо наших ролей в любой типовой инсталляции, конечно же, присутствуют некоторые зависимости. В целом в системе мы стараемся придерживаться принципа минимальности зависимости, поэтому и состав зависимости тоже довольно компактный. Очевидно, в любой крупной системе есть СУБД. В Zodiac ITM в качестве СУБД используется PostgreSQL. Zodiac ITM не накладывает существенных ограничений на используемую версию PostgreSQL. Это могут быть как вендорские решения, так и полностью бесплатные, так и в части версий. Система способна работать с любым PostgreSQL, начиная с 12-й версии. Естественно, поскольку система работает в том числе с крупными артефактами, это дистрибутивы распространяем в ВПУ, одна из самых популярных задач по управлению IT-инфраструктурой, то помимо СУБД, так скажем, для решения сходных задач в типовой инсталляции системы присутствует система хранения данных. Тоже может быть использовано либо программное, либо аппаратное, либо комбинированное программно-аппаратное решение. Существенных требований к нему тоже не предъявляется в зависимости от используемой инфраструктуры, будь то Windows, будь то Linux, может быть выбрана та или иная реализация СХД. Ну и третья важная зависимость, которая представлена практически в любой инсталляции Zodiac и ITM, это провайдер учетных записей по технологии OpenID Connect. Длинное, можно сказать, научное правильное название, но более широко известно под другими, под OAuth 2.0 или WebSSO. Это некоторый внешний компонент, некоторая внешняя система, через которую, собственно, осуществляется аутентификация и авторизация в системе. Зачастую у заказчика такое решение уже представлено, поскольку используется единый портал входа во многие веб-решения, и Zodiac и ITM способен как синтегрироваться с уже развернутым в инфраструктуре заказчика решением, так и может быть использована отдельная инсталляция, отдельный инстанс такового провайдера, именно для изоляции учетных записей администраторов, пользующихся Zodiac и ITM, от других учетных записей организации. В части выбора провайдера здесь тоже довольно высокая свобода. В качестве него могут выступать, опять же, как отечественные решения, так и open-source решения, так и импортные решения. В частности, если у вашего заказчика активно используется Active Directory, в качестве такого провайдера может выступать ADFS. Если, опять же, нет требований к импортозамещению, в любых импортозамещенных конфигурациях в качестве такого провайдера используется либо отечественное решение, либо стандарт TUR de facto на сегодняшний момент – это kick-lock. Тоже заранее отвечу на самый популярный вопрос. Даже без использования ADFS, большинство, если не все провайдеры OpenID Connect, поддерживают создание как локальных учетных записей, так и интеграцию с каталогами на базе LDAP, будь то Active Directory или любое другое решение. Необходимо упомянуть, что обе наши серверные роли, составляющие ядро системы, располагающиеся в Soda, поддерживают горизонтальное масштабирование. Делается это не только для достижения необходимых характеристик по производительности, но и в том числе для обеспечения отказоустойчивости. Поэтому в любой продакшн-инфигурации, даже на рассчитанных на небольшое количество машин, мы рекомендуем каждые роли развертывать как минимум в двух экземплярах. Горизонтальное масштабирование в системе реализовано честное, поэтому требования к сетевому балансировщику, который присутствует и накрывает несколько однотипных инстансов каждой роли, также минимально поддерживается любое решение, которое в свою очередь реализует Round Robin. Сетевая балансировка также может быть сделана на уровне DNS, ну, с определенными тоже оговорками. Повторюсь уже об этом упомянул, что управление, взаимодействие системой со стороны администраторов осуществляется при помощи веб-интерфейса, и именно веб-интерфейс, по-другому веб-консоль управления, является основным порталом доступа к функционалу системы. Давайте немного поговорим про вторую часть системы, про ее децентрализованную часть, ну и, наверное, самым главным компонентом в ней являются агенты системы, устанавливаемые на управляемые серверы и рабочие станции. В архитектуре Zodiac ITM агент является активным, именно он инициирует все сеансы синхронизации коммуникации с сервером, что изображено на данном слайде. Опционально в рамках различных площадок, различных филиалов заказчиков могут быть развернуты так называемые точки обслуживания. Это дополнительная роль в системе, еще раз повторюсь, что она является опциональной, предназначена она для оптимизации передачи крупного объемного контента. Но в первую очередь это дистрибутивы распространяемые в ВПО. Ближайшим аналогом в известных, наверное, многим системах управления компанией Microsoft в том же CCM являются точки распространения. То есть их основное назначение – проксировать объемный контент, чтобы он доставлялся до каждой площадки, до каждого филиала однократно, и уже использовались локальные сети для доставки на каждый целевой узел. Естественно, в рамках различных площадок могут быть администраторы, которые тоже захотят пользоваться возможностями Zodiac ITM для управления той инфраструктурой, которая находится в их виде. Чаще всего она совпадает с географическим расположением на той же площадке. Поскольку система предоставляет веб-интерфейс, для достижения этого достаточно просто предоставить доступ этим администраторам к единому порту коммуникации с сервером администрирования. Естественно, на этом не все. Региональных администраторов зачастую требуется ограничить как доступ к отдельным функциям, так и, естественно, ограничить то множество компьютеров, которые введены в их введение. Zodiac ITM отрисует эти вещи также, содержит довольно мощную и широко настраиваемую ролевую модель, которая позволяет построить очень разные конфигурации, и ограничить таких региональных администраторов, расположенных на отдельных площадках, как в части функций, так и в части операций, так и, естественно, в части инфраструктуры, которую они будут видеть в своем экземпляре веб-консоли управления и с которыми они смогут взаимодействовать. Агент системы, так же, как и серверы системы, являются собственной разработкой, являются приложениями без зависимости, и поэтому их установка достаточно простая и прозрачная. Ну и последним слайдом такой ознакомительной части введу некоторую терминологию, которая используется в рамках Zodiac ITM, чтобы в ходе демонстрации было сразу более понятно и к ней уже не возвращаться. Мы считаем, что в любой системе управления так или иначе представлены три термина. Какая-то терминология используется для управляемой инфраструктуры в лице серверов, рабочих станций, какие-то термины используются для формализованных задач управления. Типовые примеры вы можете увидеть на слайде. И третий важный термин, который в любой такой системе используется, это связи, проводимые между формализованными задачами и управляемой инфраструктурой. Действительно, различные задачи предназначены для очень разных множеств компьютеров. Разделение возможно как по региональному принципу, так и по операционной системе, так и по назначению того или иного компьютера. Какая-то терминология используется в Zodiac ATM. Для левой части, для управляемой инфраструктуры, мы решили использовать более классические термины, то есть любой управляемый узел называется внутри системы компьютером. Компьютеры группируются в группы. Тоже, чтобы сильно не отходить, от темы заранее отвечу на вопрос, что группы могут быть ручными и автоматическими, компьютер может одновременно быть в нескольких группах, и сами по себе группы являются плоскими. Для правой части, для формализации задач, мы наоборот решили использовать уникальные термины для того, чтобы избежать недопонимания, пересечения с другими системами управления, ну или другими системами, которые могут быть в ландшафте заказчика. Поэтому используются термины директивы, которые состоят из элементов директив. В определенной степени они симметричны компьютерам, то есть на директивы можно смотреть как на некоторое множество, на группу формализованных задач, которые, в свою очередь, называются элементами директив. Связываются между собой крупные понятия группы компьютеров и группы формализованных задач. Связываются они при помощи механизма ассоциаций. Это следующий термин, который используется. Поскольку система ориентирована в том числе на очень большие инсталляции, несмотря на то, что может быть развернутой и в очень компактной конфигурации, предназначенной для управления небольшим количеством машин, одним из ключевых отличий как раз является то, что она способна работать и в очень крупных конфигурациях с десятками, сотнями тысяч машин. Соответственно, в любой такой крупной инсталляции количество таких связей начинает представлять проблему. Проблему как для включения новых администраторов, для выбора места для заведения новой формализованной задачи. Поэтому одну из задач, которые мы ставили перед собой при разработке системы, это минимизация таких связей между формализованными задачами управляемой инфраструктурой и их отображение в наглядном виде. Именно поэтому механизм ассоциаций поддерживает наследование, что позволяет проводить пресловутые связи между крупными множествами компьютеров и непосредственно задачами, которые для них предназначены, однократно. И за счет использования наследования они автоматически будут наследоваться вниз по иерархии соответствующих ассоциаций. Но более подробно мы об этом поговорим и посмотрим на это уже в рамках живой демонстрации. Начнем мы демонстрацию с агентской части и потом плавно перейдем именно к возможностям, к основным возможностям системы, которые располагаются в веб-консоли управления. Для начала немного поговорим про агенты системы. Агенты системы, как и все другие, в том числе серверные роли системы, поставляются в виде готовых инсталляторов для различных операционных систем, процессорных архитектур и семейства операционных систем. Для Windows это MSI, для Linux это RPM, DEP в соответствующих вариациях в зависимости от используемого Linux и его процессорной архитектуры. Уже говорил, что агент, что сервер является приложением без зависимости, соответствующие инсталляционные пакеты не требуют чего-то еще, установленного на компьютере, для их корректной работы. То есть установка возможна практически на любую версию Linux, на любую версию Windows. Никаких пререквизитов существенных у них нет. Сам агент представляет из себя системную службу. Это служба Windows в случае операционных систем Windows и SystemD служба в случае операционных систем Linux. Агент системы, естественно, работает от учетной записи с повышенными полномочиями, поскольку предназначен для исполнения административных задач, для которых зачастую такие полномочия и требуются. Ключевым тоже отличием Zodiac ITM от многих систем управления, которые представлены на рынке, является то, что помимо такого невидимого для пользователя рабочей станции компонента, как агент, который работает вне зависимости от активности пользователя, работает от системной учетной записи, в состав дистрибутива агента Zodiac ITM включено также приложение для взаимодействия с пользователем. Называется оно компаньон Zodiac ITM и работает оно именно в связке с агентом на данной же рабочей станции, на данном же сервере, работает от имени каждого пользователя, добавленного ему в автозагрузку, и предоставляет возможность пользователю рабочей станции, не только администратора, не только централизованной, но и пользователю, находящемуся на каждой рабочей станции, тоже провзаимодействовать с системой. Каким образом пользователь рабочей станции может провзаимодействовать с системой? Двумя способами. Первый – это в части получения и какой-то реакции на уведомления, которые система может генерировать. Действительно, зачастую требуется при выполнении определенных административных задач, будь то установка программного обеспечения или какие-то другие задачи по обслуживанию рабочей станции, и уведомлять пользователя о их статусе, о их начале и об окончании их исполнения, для того, чтобы скоординировать работу пользователя и исполнение этих задач. И исключить какие-то накладки в исполнении его бизнес-обязанности, бизнес-функции. Поэтому задача уведомлений крайне важна. Компаньон Zodiac ITM интегрирован с механизмом уведомлений каждой операционной системы, поэтому для того, чтобы эти уведомления увидеть, пользователю ничего дополнительно делать не требуется, как на Windows инфраструктуре, так и на Linux инфраструктуре. Тем не менее, помимо интеграции с механизмами операционной системы, компаньон Zodiac ITM предоставляет и интерфейс пользователя. Интерфейс, так же, как и консоль управления, является веб-интерфейсом, но значительное его отличие состоит в том, что слушается он на localhost, то есть доступен на самом компьютере вне зависимости от доступности сетевой инфраструктуры и недоступен за пределами этого компьютера. Делается это для компактизации дистрибутива агента, чтобы он оставался компактным и для того, чтобы опыт пользователя по взаимодействию с компаньоном Zodiac ITM был максимально одинаковым между различными операционными системами. Это один из типовых сценариев, который реализуют многие из заказчиков. Сначала покрывают при помощи Zodiac ITM Windows инфраструктуру, которая у них есть, и потом в плане миграции на Linux заменяют операционную систему на тех рабочих станциях, где раньше был агент на базе Windows. Соответственно, пользователь, который научился работать с компаньоном Zodiac ITM на Windows, сможет без труда те же самые знания приложить и для Linux версий, поскольку они не отличаются по виду пользовательского интерфейса, по интеграции системы и со всеми остальными подходами. Соответственно, в веб-интерфейсе также представлены некоторые истории уведомлений, несмотря на то, что, еще раз повторюсь, они интегрированы с операционной системой. Для того, чтобы их увидеть, естественно, пользователь не требует содержать открытую вкладку браузера или вообще запущенную браузер. Здесь именно история для того, чтобы пользователь мог посмотреть те уведомления, которые он пропустил, потому что, естественно, не в каждой операционной системе и не в каждой ее версии представлена какая-то история. Поэтому Zodiac ITM ведет историю своих уведомлений именно самостоятельно и предоставляет ее пользователю. Ну и, наверное, самый важный способ взаимодействия пользователя с системой – это заказ программного обеспечения. Действительно, во многих задачах требуется распространить тот или иной вид программного обеспечения на тот или иной компьютер принудительно, но очень частым сценарием является то, что администратор заранее не может знать, какой состав ПВО будет требоваться конкретному пользователю. Для таких сценариев Zodiac ITM предназначен режим публикации приложений по требованию. В таком случае они появляются у пользователя в его магазине приложений в рамках компаньона Zodiac ITM, и уже пользователь может любой из них заказать для установки на свой компьютер. Установку при этом, естественно, будет выполнять агент со всеми требованиями для этого административными полномочиями, но, тем не менее, сам факт заказа оставляется на пользователю. Давайте вкратце тоже продемонстрирую, что стараемся при разработке придерживаться принципа тоже работы в гетерогенных средах и одинакового внешнего вида вне зависимости от используемых операционных систем. Здесь у нас на экране маленькая рабочая станция виртуальная на базе Linux, на которой также установлен компаньон Zodiac ITM и агент Zodiac ITM. И, как мы видим, все схожие подходы исполняются как в части Windows, так и в части Astra Linux, но и других версий Linux. Также у нас есть пресловутая иконка в трее, при помощи которой в том числе пользователь может взаимодействовать с компаньоном. Точно так же используется веб-инкорфейс компаньона, который открывается в браузере по умолчанию. В данном случае на базе Linux это браузер Firefox с теми же самыми возможностями, с теми же самым магазином приложений. Также заранее, наверное, отвечу на один из популярных вопросов. Естественно, есть возможность прицеливать и регулировать состав программного обеспечения опубликованного, как в разрезе операционной системы. Как мы видим здесь, несмотря на то, что используется одна и та же серверная инфраструктура, перечень приложений, опубликованных для Windows, ее части для Linux, ее части отличаются. Но также есть возможность сделать и кроссплатформенные инсталляционные пакеты, кроссплатформенные приложения и назначать их на все множество машин, не учитывая на этапе, по крайней мере, назначения различия в операционных системах. Давайте тогда плавно переходить к основной части системы, самой рич, самой богатой части, которая, как я уже говорил, называется веб-консоль управления. Предназначена, она еще раз напомню, для того, чтобы администраторы системы, будь то региональные или центральные, федеральные, могли исполнять свои задачи, назначать какие-то задачи на управляемую инфраструктуру. Используется также веб-интерфейс, стараемся делать интерфейс компаньонный интерфейс веб-консоли управления в одинаковом стиле, но, естественно, очень сильно они различаются по набору функций, по тем действиям, которые доступны администратору и пользователю при взаимодействии с системой. Поэтому, несмотря на общее сходство, отличия, естественно, есть. Ну, главным, наверное, визуальным отличием является то, что с левого административного интерфейса у нас представлен пресловутый такой taskbar, с популярными приложениями или, как мы их называем, режимами взаимодействия с системой. И также есть импровизированное, если так можно сказать, меню-пуск, в котором показаны все режимы, все приложения, доступные тому или иному администратору, ну, в соответствии с ролевым составом, который в системе настроен. Естественно, перечень этих режимов может быть больше и меньше, в зависимости от того, какие права у пользователя, пользователю выданы, администратору выданы при настройке системы. Замечу, что мы понимаем, что большинство заказчиков и их служб администрирования переходят с импортных решений. В большинстве, наверное, импортных решений для взаимодействия с системой управления использовался толстый клиент, то есть в том или ином виде настольное приложение. Это, в свою очередь, рождало определенный опыт взаимодействия с такими системами, и оконный опыт, в котором информация выводится в отдельных окнах, группируется, ну и на этом, собственно, строится взаимодействие с системой. Переход в мир веба зачастую для администраторов сложен в плане привыкания, поэтому мы при разработке веб-консоли Zodiac ITM также постарались это учесть и стараемся сделать близкий к опыту использования приложений на рабочем столе внутри браузера. Таким образом, веб-консоль управления является приложением одной страницы, SPA-приложением, то есть страницы не перезагружаются по мере того, как администратор выполняет какие-то действия. Внутри системы используется оконный подход, то есть есть возможность открывать отдельные окна. Существенным, наверное, отличием от настольных операционных систем является то, что окна открываются без перенакрытия, автоматически выстраиваются в линеечку, но, тем не менее, для большинства окон доступны те же операции, что и на обычном рабочем столе. То есть есть возможность развернуть их на весь экран, есть возможность закрывать, открывать отдельные окна и переключаться между ними. Также замечу заранее в такой преамбуле рассказы про общие парадигмы построения административного интерфейса системы, то, что в системе вы в ходе демонстрации видите большое количество табличных интерфейсов и довольно большое количество интерфейсов древовидных. В части табличных интерфейсов заранее дам дисклеймер, что для любого табличного интерфейса, который вы видите в системе, в обязательном порядке доступны операции по фильтрации. Это могут быть как простые операции по одной колонке, так и более сложные фильтры с добавлением различных условий фильтрации. В любом табличном интерфейсе поддерживается группировка и возможность регулировать набор столбцов, которые администратор видит на экране. Разумеется, сортировка по любой из колонок, которые администратор видит. И это также в любом интерфейсе, просто в зависимости от его назначения, количество функций в пресловутом тулбаре может быть достаточно большим, поэтому, возможно, не увидите эту кнопку на экране, она попадет в область дополнительных кнопок, но в обязательном порядке есть экспорт. То есть любое табличное представление, которое Zodiac и ITM представляют, поддерживает экспорт. Экспорт осуществляется в табличный формат OpenXML, расширение X или XX, и, соответственно, это является кроссплатформенным открытым форматом, одинаково хорошо работает он как в офисных пакетах Microsoft, так и в открытых или отечественных офисных пакетах. При этом замечу, что все операции, которые мы проделали в веб-интерфейсе, при исполнении экспорта, также сохраняются. Выполнили сортировку, группировку, фильтрацию, естественно, экспорт будет выполнен с учетом произведенных операций, то есть ровно те данные, которые администратор видит в веб-интерфейсе. В части иерархических представлений, в целом мы используем такую парадигму файлово-папочную, то есть опыт работы с проводником, тоже продиктованным нашим большим опытом в настройке подобных систем, да и в разработке подобных систем. Естественно, в любой крупной инсталляции, тоже, наверное, в какой-то степени порекомендую вам поприсматриваться, любая крупная система, ориентированная на работу с большим количеством компьютеров, с большим количеством элементов, естественно, предоставляет возможности по их группировке, по папкам и по созданию иерархических структур. Поскольку списочный подход, естественно, налагает определенные ограничения, и при росте различных конфигурационных элементов, который неизбежен в любой крупной инсталляции, общение с такой системой становится более долгим, более сложным, поскольку найти в плоском списке требуемую задачу, требуемый компьютер зачастую становится сложным. Для борьбы с таким хаосом мы предоставляем как раз и иерархические интерфейсы, которые позволяют разделить директивы, группы по произвольному количеству файлов и папок, произвольного уровня вложенности, и в том числе, естественно, ролевая модель поддерживает регулирование доступа, к отдельным папкам, к отдельным иерархиям в рамках таких интерфейсов. Ну, в целом, наверное, по общим подходам к построению веб-интерфейса рассказал. Теперь перейдем к функциональному составу. Заранее скажу, по большей части, наверное, сконцентрируемся на двух самых популярных функциях, как в части Zodiac и ATM, так и по нашему опыту, в части, наверное, любых систем управления. Это функции инвентаризации и функции распространения программного обеспечения. Конечно, на этом не заканчивается функциональный состав Zodiac и ATM, но поскольку это самые популярные функции, хотелось на них остановиться несколько подробнее, но и в конце демонстрации более бегло, верхнеуровнево пробежаться по остальным возможностям, которые Zodiac и ATM предоставляют. Тем не менее, начнем с инвентаризации. Задача инвентаризации состоит в том, чтобы собрать тот или иной набор характеристик с тех или иных управляемых машин, управляемых узлов. Zodiac и ATM предоставляют очень широкие возможности по регулированию набора инвентаризационных данных и по их расширению. В целом, в отличие, например, от того же Microsoft CCM, с которым нас часто сравнивают и просят тоже рассказать отличия, мы рассказываем здесь, что подход несколько отличается. Если в систем-центре подход состоит в том, чтобы собрать максимально полную сводку с каждой Windows-машины, покрытой при помощи CCM, дотянуть ее до централизованной СУБД базы данных и в дальнейшем уже производить фильтрацию на стороне базы данных, то в Zodiac и ATM мы предоставляем широкие возможности по регулированию той информации, которая поступает. Поскольку понимаем, что у многих заказчиков как раз самым узким местом в их IT-инфраструктуре являются каналы связи. И для того, чтобы их разгрузить, как раз по нашему опыту более жизнеспособным является подход в том, чтобы собирать с каждого компьютера ровно те данные, которые нужны. Но это, естественно, никак не сказывается на возможностях по дальнейшему их анализу. Они такие же мощные, зачастую даже более мощные, чем уже, наверное, знакомых многим вам систем. Причем с первого вида инвентаризации, она называется в системе базовая инвентаризация, является неотъемлемой. То есть любой агент при регистрации в системе в обязательном порядке приходит за запросом на регистрацию уже с этой информацией. И в дальнейшем актуализирует ее в соответствии с настройками, которые администратор задал. Задача этой инвентаризации быть максимально компактной и при этом полной. То есть содержать те характеристики, те параметры, которые администратор использует вне зависимости от того, что это за машины, которые ему нужны для того, чтобы ее правильно опознать и правильно назначить более широкие виды инвентаризации или другие задачи. Результаты инвентаризации можно посмотреть в карточке компьютера, в табличном виде, можно посмотреть в более дружественном виде, можно посмотреть в более подробном виде. Базовая инвентаризация содержит информацию как по программному составу, так и по аппаратному составу, по операционной системе. В части как раз железной составляющей собирается информация по процессору, по оперативной памяти, включая отдельные модули оперативной памяти, по подсистеме хранения с разбиением на логическую и физическую, и по сетевым адаптерам, естественно, как в части их адресов, так и в части других характеристик. Еще раз напомню, что эта инвентаризация является обязательной и доступной для любого компьютера в системе, которая прошла успешную регистрацию. Действительно, на этом возможности по инвентаризации не заканчиваются. Все остальные виды инвентаризации являются настраиваемыми и расширяемыми. И предназначены для того, чтобы назначать их, естественно, не на все, но что машина, система поддерживает и такие вариации, но по нашему опыту, как раз более глубокие виды инвентаризации зачастую администраторами локализуются для того, чтобы разгрузить каналы связи и не доставлять лишнюю информацию. Поэтому мы посмотрим на второй вид инвентаризации, который называется инвентаризация учетных записей пользователей. Является он настраиваемым, и, как мы поняли из презентации, настраивается он, как и любая другая формализованная задача, при помощи директив. В данном случае это директива общая конфигурация, которая назначена на все множество машин. Для того, чтобы настроить инвентаризацию учетных записей, достаточно создать соответствующий элемент, выбрать расписание инвентаризации. В части расписания система использует крон-выражение, внутренний движок для крона, то есть поддержки крона со стороны что Linux, что Windows, за рамками системы какой-то специфичный не требуется. Для тех администраторов, которые не настолько хорошо знакомы с соответствующим синтексисом крон-выражения, система предоставляет в том числе визуальный мастер, который позволяет настроить все возможные вариации крон-выражений. Обращу внимание на дополнительный ползунок, который отвечает за включение режима сбора системных учетных записей. Он может быть в состоянии включен или в состоянии выключен. Более понятно это будет, когда мы посмотрим на результаты инвентаризации. Помимо того, что после включения соответствующего вида инвентаризации, агенты начинают собирать информацию об учетных записях каждого компьютера, которые выполняли вход на этот компьютер в тот или иной момент времени, система также выполняет их автоматическую категоризацию по трем категориям. Это доменные, локальные и вот как раз пресловутые системные учетные записи. В части доменных учетных записей, как вы видите, на нашем небольшом стенде результаты пустые. Это сделано намеренно для того, чтобы продемонстрировать, что система в целом никак не завязана на использовании или отсутствии домена в инфраструктуре. Замечательно может работать как в инфраструктурах с одним доменом, так и с несколькими доменами, так и без домена. Соответственно, и машины, которые покрываются Zodiac IT, могут быть из разных доменов или быть в целом без доменов. Именно поэтому в нашем демонстрационном стенде данная категория пуста. В категорию локальные попадают именно локальные учетные записи. Система автоматически их определяет как для операционных систем Linux, так и для операционных систем Windows. И отдельная категория системные учетные записи. В целом она, наверное, более релевантна для операционных систем Linux, поскольку в рамках данных операционных систем используется парадигма, в рамках которой многие виды ПО заводят в рамках своего инсталляционного процесса именно отдельную сервисную учетную запись, из которой осуществляют работу. Поэтому сбор такой информации, как раз при переходе на операционные системы семейства Linux, являются зачастую очень полезны, в том числе для цели диагностики. По этой информации можно понять, какое ПО установлено на компьютере, в каком состоянии оно находится, используя в качестве такого признака как раз наличие или отсутствие учетной записи. В случае Windows также попадаются системные учетные записи, но зачастую они являются некоторыми захардкодженными и особого, наверное, интереса не представляют. Но, тем не менее, для симметрии мы также позволяем их собрать и проанализировать при помощи всех тех же возможностей по манипуляции с табличными представлениями и экспорта этих данных в табличный формат. Это второй вид инвентаризации, который с вами вкратце посмотрели, инвентаризация учетных записей пользователя. Следующий вид инвентаризации, несмотря на то, что мы стараемся придерживаться абсолютно кроссплатформенных подходов к решению всех задач в рамках ZDAC-ITM, но обойти внимание такой не кроссплатформенный механизм инвентаризации, специфичный только для Windows, как VMI, мы не могли, поскольку механизм крайне удобный, крайне широкий, и в части Windows позволяет собрать фактически произвольную информацию о компьютере в очень удобном, типизированном представлении с малыми трудозатратами. Поэтому, несмотря на то, что он не является кроссплатформенным, естественно, он также представлен в ZDAC-ITM. Настраивается он также при помощи создания соответствующего элемента директивы. Данный элемент директивы сопровожден так называемым мастером создания, и система внутри содержит полную базу знаний по VMI-классам, которые мы сами собираем, поддерживаем в актуальном состоянии, она включается непосредственно в состав системы, для того, чтобы эта база знаний, база данных работала, не требуется наличие доступа к интернету, тем более наличие Windows-машин или доступа к каким-то микрософтовским ресурсам. Она собрана и актуализирована нами локально и включена в состав системы. Поэтому, опять же, никак не зависит от семейства операционных систем, на которые развернута серверная часть или на которой работает браузер. Также поддерживается поиск по VMI-классам, как по их названиям, так и по их описаниям. Описания предпочитаем при сборе этой базы знаний русские, для тех классов, для которых нет русских описаний, используем английские. Ну и, естественно, есть, к сожалению, такие классы, зачастую глубоко системные, для которых сама корпорация Microsoft такого описания не предоставляет. После выбора класса система позволяет нам выбрать те или иные отдельные свойства, которые нам требуется собрать в рамках задачи по инвентаризации, которые известны для данного класса. По каждому свойству также предоставляется описание, также поддерживается сквозной поиск как по их названиям, так и по их описаниям. Следующим шагом в мастере создания соответствующей задачи по инвентаризации является скрипт. В целом мы в Zodiac придерживаемся парадигмы открытости, то есть не скрываем, каким образом система будет исполнять ту или иную задачу управления, задачу администрирования. Как раз такие задачи по инвентаризации при помощи VMI решаются соответствующим паушелл-вызовам. Система его демонстрирует и позволяет администратору в том числе проверить его локально на своей машине и убедиться, что сформирован он правильнее и соответствует той задаче, которую администратор собирается решить. Последним этапом настройки такой задачи по инвентаризации является уже этап более тонких настроек. В рамках этих настроек самыми важными являются триггеры запуска и триггеры прерывания. Поддерживается запуск при запуске операционной системы, который совпадает с запуском агента, или запуск по расписанию. В качестве расписания также используется крон выражение. Также поддерживаются так называемые триггеры прерывания, которые позволяют настроить как регулярную инвентаризацию, в таком случае выставляется значение никогда, то есть никогда не исполняется прерывание работы инвентаризационной задачи. Или настроить однократные виды инвентаризации после первого запуска или после первого успешного запуска, что соответствует четко однократной инвентаризации, вне зависимости от того, завершилась она успешно или нет, или однократной инвентаризации с повторными попытками. В таком случае повторные попытки происходят по заданному расписанию. После того, как такая директива назначена на компьютеры, агенты, которые на них работают в рамках своей синхронизации с сервером, они узнают и начинают исполнять тот или иной вид инвентаризационной задачи. По мере поступления этих данных, они автоматически в системе раскладываются по EOS-ОБД и становятся доступны для дальнейшего использования. Каким образом можно в дальнейшем использовать эти данные? Можно использовать двумя способами для построения автоматических групп и для различных задач по анализу, визуализации и экспорту этих данных. Начнем, наверное, с более популярного варианта использования таких данных инвентаризации как раз при создании автоматических групп. Напомню, что система поддерживает как ручные группы, состав которых регулируется администратором вручную, так и автоматические группы, которые, по нашему опыту, являются в случае крупных инсталляций значительно более популярными. Соответственно, мастер создания автоматических групп также является визуальным. При создании автоматической группы есть возможность использовать как критерии любой из параметров как базовой инвентаризации, так и расширенной инвентаризации, в частности, VMA инвентаризации, которую мы с вами посмотрели, при помощи которой собираются в случае нашего демо-стенда информация об установленном программном обеспечении и о службах, которые зарегистрированы на той или иной Windows-машине. Соответственно, настройка группы начинается с того, что мы выбираем необходимые критерии, ну и заканчивается тем, что мы накладываем те или иные фильтры, те или иные условия попадания в группу по заранее выбранным критериям. Естественно, поддерживаются в том числе множественные условия в зависимости от типа той или иной характеристики, поддерживаются для строковых операций, для числовых-числовых операций, для дат времени соответствующие операции, что позволяет настраивать очень локальные, так и очень широкие автоматические группы. Также замечу, что одним из таких типовых сценариев как раз является то, что любой новый компьютер, который появляется в системе, получает в обязательном порядке какую-то задачу на расширенную инвентаризацию, ее исполняет, отправляет данные на сервер, после этого автоматически попадает в ту или иную автоматическую группу, и уже на эту автоматическую группу могут быть назначены какие-то более специфические для этого компьютера задачи. Например, на все компьютеры назначаются задачи по инвентаризации служб, которые на нем установлены, и при обнаружении, что на данном компьютере есть служба PostgreSQL, автоматически, без участия администратора, в единожды созданной стабильной конфигурации, на него уже приезжают задачи по обслуживанию того же самого PostgreSQL, например, по проведению регулярных операций, vacuum и других, по очистке того же свободного места. Это первый вариант использования данных инвентаризации, два других варианта предназначены именно для визуализации данных. Разделены они на два, потому что они отличаются по своей мощности и по необходимой квалификации для администраторов, которые хотят ими воспользоваться. Соответственно, ролевая модель позволяет как раз к более сложным из них ограничить доступ и предоставить его только проверенным администраторам, которые не смогут при помощи него навредить своей инсталляции или понизить ее производительность. Начнем как раз с более простого варианта, он называется выборки. Мастер создания выборки очень похож на мастер создания автоматических групп. Также выбираем интересующие нас свойства инвентаризационные, причем замечу, что есть возможность делать миксы, как параметров, которые собираются системно-автоматические в рамках базовой инвентаризации, так и расширенных параметров, которые при этом могли собираться разными задачами с абсолютно разным расписанием. Таким образом, мы в конечном итоге получим табличное представление, в котором содержатся как данные базовой инвентаризации, так и нашей расширенной инвентаризации, причем разные колонки, поскольку могут они собираться различными задачами, работающими по разным расписаниям, могут собираться с разной интервальностью, какие-то быть более актуальны за счет того, что собираются и отправляются на серверы они более часто, а какие-то более редко. Ну и финальным результатом создания такой выборки является как раз табличное представление. Мы сделали несколько, например, вот как раз пакеты Tebian, собираемые для операционных систем семейства Linux. И второй способ по взаимодействию с этими данными называется представление. Отличается он тем, что уже содержит не визуальный мастер с перечислением всех доступных свойств, а содержит поле ввода произвольного SQL-выражения. В рамках данного режима получаем всю мощность SQL, в том числе возможность использовать агрегаты, группировки и фильтрации. Нашим внутренним расширением возможности SQL является параметризация запросов. То есть помимо стандартного SQL-синдекса доступна параметризация этих запросов. Система автоматически разбирает введенный SQL-запрос, по мере его ввода делает соответствующие подсказки, контекстные, подсказывая как название таблиц, так и название полей внутри этих таблиц. Ну и для большинства полей, если они не являются системными, и предназначены в том числе для использования администратором, естественно, представлено описание. Помимо этого, система автоматически разбирает запрос, понимает, какие столбцы будут присутствовать в данном запросе, и автоматически распознает вот такие вот условия, которыми администратор может параметризовать свой запрос. Для всего этого тоже обращу внимание, что, естественно, доступны удобные визуальные мастера. Какой финальный результат создания? Для того, чтобы продемонстрировать, покажем несколько как раз представлений, созданных нами в рамках демонстрации. И замечу, что те данные, которые, те представления, которые вы видите, могут быть созданы для абсолютно произвольных данных, инвентаризации, которые вы соберете. Сделали мы несколько таких демонстрационных представлений, например, получить все компьютеры, на которых установлена та или иная служба. Замечу, что в рамках создания такого представления был параметризирован запрос, и параметризирован при помощи, опять же, динамического справочника. То есть в систему изначально не было заведено ничего, как касательно служб. Сначала собрали эти данные, система автоматически построила справочник по ним, и как раз появилась возможность создать соответствующее представление для работы с этими данными. Условия могут быть множественными, несколько и множественными. Например, в данном представлении показываем все виды программного обеспечения на заданном компьютере от одного или другого вендора. И система автоматически формирует соответствующее представление. Возвращаясь к задаче инвентаризации, посмотрели на большинство ее видов, остался нам последний, самый мощный. Это полностью кастомная, полностью настраиваемая инвентаризация. Данный механизм предназначен для сбора абсолютно произвольных данных, потребность которых администратор может возникнуть в процессе работы с той инфраструктурой, которой он управляет. Для сбора такого вида инвентаризации предназначены уже сценарии скрипты на нескольких языках скриптования. Система поддерживает 4 языка, 2 платформозависимых, это Shell, Bash и PowerShell, соответственно, предназначенные они для операционных систем Linux и Windows, соответственно, и 2 кроссплатформных, это JavaScript и CoffeeScript, разработку которых ведем мы. Тоже отвечу на популярный вопрос, несмотря на использование JavaScript, и, естественно, операции, функции, которые доступны в рамках таких скриптов, не те, к которым, наверное, большинство из администраторов привыкли. Они не связаны с рисованием чего-то на экране. Те функции, которые в рамках такого JavaScript доступны, они именно сделаны в контексте задач управления. Содержатся функции для популярных задач по управлению, включению и отключению служб, чтению файлов и так далее. Как раз польза этих сценариев состоит в том, что есть возможность сделать ту или иную задачу по инвентаризации или не только по инвентаризации, в абсолютно кроссплатформенной манере, вне зависимости от операционной системы, на которой она в дальнейшем будет исполняться. Для всех сценариев инвентаризации такой расширенной, кастомизируемой, доступны те же самые настройки, что и для других видов инвентаризации, то есть возможность задания триггеров, возможность задания расписания и возможность регулирования того результата, который будет доставлен на сервер. Необходимо заметить, что как раз в части известных языков, вот же Bash и PowerShell, мы не требуем какого-то специального оформления данных скриптов, тоже в отличие от многих других систем управления. Система, наоборот, автоматически распознает результат скрипта, и поскольку мы понимаем, что таких скриптов в любой организации, в любых администраторах уже накоплено довольно много, будь то для Windows-инфраструктуры или для Linux-инфраструктуры, их перенос Zodiac ATM представляет собой очень простую задачу. Достаточно просто этот скрипт перенести без каких-то существенных его изменений. Система автоматически воспримет результат его исполнения, доставит на сервер и позволит в том числе и такие данные использовать как для построения автоматических групп, так и для построения выборок и представлений. Как и обещал, плавно перейдем ко второй крупной задаче. Это задачи по распространению программного обеспечения. Второй крупный вид задач, решаемый любой системой управления. Здесь, опять же, мы стараемся придерживаться кроссплатформного подхода, но также не могли обойти вниманием механизмы, которые специфичны для операционных систем семейства Linux. Это оркестрация работы с патетными менеджерами. Действительно, патетные менеджеры крайне распространены. Такой вид распространения программного обеспечения крайне распространен в рамках операционных систем семейства Linux. И мы не могли обойти его стороной. И, соответственно, агенты Zodiac ITM также поддерживают оркестрацию локальной работы патетных менеджеров на компьютерах под управлением той или иной операционной системы семейства Linux. Система поддерживает два популярных семейства патетных менеджеров. Это apt-yam, которые чаще всего соответствуют двум популярным семействам Linux. Это RedHat семейство и Debian семейство. Не стоит бояться такого скромного состава. На самом деле он покрывает более 95% Linux. Поскольку, так или иначе, даже если вендор предоставляет какой-то верхнеуровневый патетный менеджер собственной разработки, внутри он все равно использует тот или иной ядровый патетный менеджер. Поэтому такой выбор продиктован тем, что он покрывает практически все вариации Linux, как отечественные, так и любые другие. Для каждого из видов патетных менеджеров и их семейства поддерживается как конфигурация репозиториев, что зачастую является важным, поскольку при переходе на Linux в организациях часто развертываются локальные зеркала, так и регуляция состава патетных, которые в обязательном порядке должны быть на компьютере или в обязательном порядке на компьютере их быть не должно. После получения соответствующих задач, агент регулярно приводит наблюдаемую конфигурацию к целевой, то есть все устанавливаемые пакеты запускают их установку для всех удаляемых, регулярно, опять же, запускает их удаление. Данный вид распространения, естественно, специфичен только для Linux, но как раз в рамках данного семейства операционных систем является крайне популярным. Второй вид распространения уже является кроссплатформенным и, наверное, более классическим в каком-то виде, это распространение программного обеспечения в виде непосредственно дистрибутива, в виде каких-то файлов, которые у администратора есть на его компьютере, которые он хочет растиражировать на большое количество машин в рамках той инфраструктуры, которую он управляет. Первоначальным условием взаимодействия с этим режимом является сначала нужно оформить тот или иной вид программного обеспечения в системе. Для этого предназначен режим пакеты, и система позволяет заводить различные пакеты. В рамках мастера создания пакетов система предоставляет также древовидный интерфейс, в рамках которого можно оформить произвольный дистрибутив программного обеспечения. Может состоять, зачастую, как простые виды программного обеспечения, состоят из одного инсталляционного файла, но мир программного обеспечения и его инсталляторов очень широк, поэтому, естественно, и сам дистрибутив даже одного вида программного обеспечения может состоять из большого количества файлов и папок. Или, опять же, администратор в рамках создания такого пакета может хотеть оформить какую-то связку из ПО, например, непосредственно какой-то бизнес-вид ПО и его зависимость. Система это позволяет сделать, в рамках пакета можно изобразить произвольную папочную структуру, которая может один к одному соответствовать тому, что выдал вендор-производитель того или иного ПО, или то, что администратор сделал для удобства исполнения или для какой-то кастомизации процесса установки. Для каждого пакета администратора есть возможность задать точку входа, так называемую, в пакет или команду инсталляции. Это та команда, которая, заведя в автоматическом режиме, запустит к каждому управляющему в управляемом компьютере после того, как выполнит доставку до него дистрибутива пакета. Данную команду, конечно, можно ввести вручную, тем самым появляется возможность покрыть произвольные виды программного обеспечения. Но для всех популярных видов программного обеспечения и расширения файлов система поддерживает автоматическую генерацию соответствующей команды. Соответственно, как для экзешников, для MSI-ников, для RPM-ников, для различных видов скриптов, система в автоматическом режиме сгенерит данную команду. Администратор будет требоваться только ее проанализировать, ну и зачастую, опять же, в случае операционных систем семейства Windows, задать параметры тихой установки. В дополнение к этому обязательному параметру, который, очевидно, должен быть в каждом пакете, для того, чтобы запустить процедуру инсталляции, система поддерживает задания двух опциональных настроек. Это скрипт обнаружения и скрипт проверки требований. Предназначены они для задачи оптимизации. Один для позитивной оптимизации, второй для негативной оптимизации. Соответственно, при помощи механизма обнаружения есть возможность до доставки всего дистрибутива понять, что программное обеспечение нужной версии уже и так установлено на компьютере и пропустить доставку его дистрибутива и повторную установку. Аналогично только в обратную сторону без скрипта проверки требований опять же до начала доставки всех файлов дистрибутива проверить, что программное обеспечение не может быть установлено на компьютере по причине невыполнения тех или иных требований. Неправильная версия операционной системы, неправильная битность, отсутствие свободного места и так далее. Соответственно, заранее до распространения такого, до доставки такого дистрибутива отчитаться в первом случае об успешном результате, чтобы его уже и так установлено, а во втором случае о неуспешном результате, что оно не может быть установлено. При этом доставка всех остальных файлов дистрибутива производиться не будет и тем самым будет, опять же, экономиться трафик и ресурс сетей заказчика. Соответственно, в рамках таких пакетов есть возможность оформить произвольные виды ПО, как для Windows, так и для Linux, есть возможность сделать кросплатформенные пакеты, поскольку администратор полностью управляет всей структурой пакета. И уже после создания такого пакета есть возможность, собственно, воспользоваться именно механизмом развертывания, который, как еще раз повторюсь, все остальные элементы системы настраивается при помощи соответствующего элемента директивы. При создании такого элемента также система предоставляет мастер создания. Начинается он с выбора состава пакетов. Обращу внимание, что есть возможность выбрать не один пакет, а несколько пакетов. Это второй способ адресации зависимости между различными видами программного обеспечения. То есть есть возможность в рамках единого пакета оформить программное обеспечение всей его зависимости. Также их можно оформить и в рамках различных пакетов и выбрать несколько раз на этапе уже настройки развертывания. И если выбрано несколько пакетов, есть возможность задать порядок их установки. Помимо этого система предоставляет также окно настроек. Настроек как, можно сказать так, декоративных, так и естественно систем. Важными системными настройками являются типы развертывания и типы обновления. Повторюсь, как уже говорил, что система поддерживает естественно и принудительное распространение пакетов, и распространение потребований, при котором приложение публикуется, появляется в магазине приложения пользователя, и пользователь уже заказывает его установку. Также необходимо упомянуть, что как раз при использовании типа развертывания по требованию появляется дополнительная настройка, при помощи которой администратор имеет возможность задать тип обновления. Тоже сделали по собственному опыту, по просьбам многих наших заказчиков, поскольку зачастую как раз пользователю требуется один раз заказать себе тот или иной вид программного обеспечения, а вот обновление на него администратор уже хочет устанавливать в принудительном режиме. Соответственно система позволяет настроить отдельно как механику работы с заказом самого приложения, так и дальнейших его обновлений. Ну и третья важная системная настройка, связанная с проведением развертывания, это использование или неиспользование точек обслуживания. Тоже надеюсь, в моего рассказа было понятно, что в рамках пакетов можно оформлять не только программное обеспечение, да и разные виды программного обеспечения бывают очень разными по размеру. Соответственно, если мы понимаем, что сам пакет получился небольшой и его распространение не окажется существенной нагрузки на сети заказчика, есть возможность выборочно для отдельных развертываний отключать использование точек обслуживания, тем самым увеличивая его реакционность и уменьшая количество прыжков, хопов от серверной части до непосредственно финальной рабочей станции. Остальные настройки в большей части являются декоративными, предназначенными для оформления этого вида программного обеспечения в магазине пользователя. Есть возможность задать дружественное имя этого приложения, выбрать его иконку, задать описание, все то, что мы с вами видели в магазине приложений, и в том числе задать те или иные уведомления, которые система будет в автоматическом режиме выдавать на разных этапах жизненного цикла данного развертывания. Тоже замечу, что неограничен набор уведомлений теми галочками, которые вы видите, у администратора есть возможность выдавать полностью кастомные уведомления, как в рамках его сценариев, будь то инвентаризационные или управленческие сценарии, будь то внутри, собственно, непосредственно процедур инсталляции проверки требований или обнаружения программного обеспечения. То есть состав оповещений является полностью расширяемым. После того, как заполнены все настройки, которые требуются для начала развертывания, уже появляется вкладка, при помощи которой осуществляется управление процессом развертывания. Каждое развертывание может быть в одном из трех статусов. Это активно исполняется, находиться на паузе или находиться в установленном состоянии. Пауза от установленного отличается тем, что пауза предназначена для временной переустановки развертывания. В таком режиме агент перестает выполнять активные процедуры скачивания, но скаченные к этому моменту файлы остаются до его возобновления или до его остановки. Остановки используются, если не планируется в дальнейшем возобновлять. В таком случае агент сразу по получению соответствующего статуса развертывания удаляет все скаченные к этому моменту файлы развертывания, высвобождает место на жестком диске. Давайте, наверное, посмотрим на Windows конфигурацию, в рамках которой просто у нас уже было выполнено развертывание. Замечу, что система демонстрирует количество машин, на которых было запрошено, на которых было исполнено. В нашей компактной конфигурации это один из одного, по каждому из чисел можно щелкнуть и тем самым отфильтровать и посмотреть именно в табличных подробных представлениях, на какие компьютеры завершили это развертывание в таком состоянии. И также обращу внимание, что помимо такого интерактивного переключения статуса развертывания, система поддерживает отложенное исполнение этих операций, где есть возможность задать время начала при остановке и остановке, вперед по времени, тем самым настроить некоторый отложенный старт, отложенную приостановку или отложенную остановку развертывания. И данная настройка, ее введение возможно как в формате единого времени, так и в формате местного времени, если у нас агент находится в различных часовых поясах. Ну, в целом, наверное, по верхам прошлись по функции и по видам распространения программного обеспечения и по различным видам инвентаризации. Еще раз повторюсь, это самые популярные задачи, с которыми мы сталкиваемся, наверное, у всех заказчиков. До перехода, да, краткого обзора остальных функций, вкратце, наверное, замечу, что, надеюсь, тоже из моего рассказа было понятно, что, естественно, данные механизмы, которые предназначены для исполнения этих задач, являются высоко расширяемыми. То есть теми же самыми сценариями, скриптами на любом из поддерживаемых языков и пакетами можно пользоваться не только для совершения задач по инвентаризации и по установке ПО. Естественно, в рамках них можно делать какие-то административные действия и в рамках пакетов тоже можно оформлять не только дистрибутивы ПО, а в том числе один из примеров, который делали не так давно, это как раз, например, выполнять первичную настройку той или иной рабочей станции в части ее первоначальной включения в организацию, например, ставить необходимые профили VPN, настраивать какие-то подключения. соответственно, данные механизмы могут использоваться за рамками, так скажем, основной задачей, для которой они предназначены, при помощи них можно также решать большое множество задач по управлению. Переходим так к краткому обзору остальных функций. Здесь необходимо заметить, что тоже, по нашему мнению, в любой системе управления всегда есть много функций, поскольку любая система управления это как швейцарский нож администраторам, зачастую заранее неизвестно, какой функции они воспользуются, так и Zodiac ITM там и не исключение, в нем довольно большое количество удобных функций, которые могут потребоваться администраторам в рамках их исполнения их обязанностей каждодневно. Давайте вкратце по ним пройдемся. Остановлюсь сначала на дополнительные возможности системы по, так скажем, выходу, некоторому выходу из агентской модели. Каждый агент системы содержит внутри себя сканер сети, естественно, он включается отдельной настройкой, как раз при его включении мы рекомендуем использовать ручные и не автоматические группы для того, чтобы избежать, да, случайной настройки на большое количество машин и отрицательного влияния на сеть. То есть с ним нужно быть аккуратным, но тем не менее, любого агента системы, любую точку обслуживания можно настроить в роли сканера локальной сети. Сканирование тоже полностью написано нами, мы не используем внутри какие-то готовые средства для выполнения сетевого сканирования. Используются некоторые авторские также алгоритмы, которые работают не только по классическому механизму, то есть перебору всех адресов в той или иной подсети, но используют при этом так называемые Xero-конф-протоколы, среди которых NetBIOS или Limonar, MDNS, UPn и некоторые другие. Это UDP-протоколы, Broadcast, которые позволяют как раз сильно сэкономить время при обнаружении тех или иных машин. Если машины или произвольные устройства в локальной сети поддерживают данные протоколы, они зачастую отвечают по данным протоколам, что позволяет нам быстрее отсеять, так скажем, мертвые адреса от немертвых адресов. В дополнение к данной возможности при помощи этих протоколов у нас появляется возможность вычислить дополнительные имена машин. Естественно, во многих, если не во всех организациях, используются централизованные DNS-сервера, которые возвращают имя, фактически, для любого устройства в сети. Но, тем не менее, если DNS-сервер настроен соответствующим образом, вышел из строя, еще какие-то характеристики у него есть в дополнение к информации. Во-первых, может отсутствовать имя, обнаруженное при помощи DNS-а. Во-вторых, оно может отличаться от имени, которое машина знает о себе. Как раз использование Zero-конт-протоколов позволяет сильно обогатить информацию, собираемую по каждой машине. Соответственно, три базовые характеристики, которые, наверное, всем знакомы по любому сканеру в сети. Это MAC-адрес, IP-адрес и потенциальное имя машины, которое в случае Zodiac ITM множественно может собираться различными способами. И, естественно, открытые порты. помимо того, что система предоставляет возможность посмотреть конкретные порты, которые она обнаружила, открытые на каждой из обнаруженных машин, она их еще автоматически категоризирует, ну и оформляет в виде так называемых признаков, которые просто более удобны для дальнейших операций по фильтрации и анализу. Ну, среди таких признаков это наличие веб-интерфейса, наличие той или иной файловой шары, наличие принт-сервера, да и так далее. Соответственно, в дополнение к этим данным, естественно, даже несмотря на все вещи, о которых я к этому моменту уже рассказал, могут появляться машины, которые являются, или устройства, которые являются полностью blackbox. То есть по ним известны только их IP адрес, и MAC адрес. Таким образом, свое имя они не публикуют, и DNS сервер о данных машинах тоже ничего не знает. Для того, чтобы и такие данные раскрасить, Zodiac ATM включена на серверной стороне базы знаний по MAC адресам. Базу знаний также собираем мы сами, регулярно ее обновляем, включаем состав системы, собираем из нескольких открытых источников, подчищаем эти данные. Ну, в итоге это позволяет сопоставлять MAC адреса с известными производителями и датами регистрации. Соответственно, крайне мы довольны результатом, да, нашей агрегации этих открытых источников. Действительно, данные получаются очень точными, действительно соответствуют либо производителю сетевого адаптера, либо, если это целиковое устройство, производитель устройства. А дата регистрации MAC действительно в очень хорошем интервале соответствует дате выпуска устройства, что позволяет по таким косвенным характеристикам оценить, собственно, его возраст. Следующая такая функция из арсенала швейцарского ножа это механизм удаленных подключений. Действительно, несмотря на то, что в целом управление в крупных инфраструктурах осуществляется по агентской модели и автоматизировано, зачастую для ряда машин требуется либо для диагностики, либо для выполнения каких-то административных задач осуществить интерактивное подключение. Соответственно, внутрь системы включены, если так можно сказать, клиенты для подключения по популярным протоколам, среди которых RDP, ВМЦ, SSH. подключения делаются не покидая браузера, то есть, есть возможность подключиться к машинам, как по визуальным, так и по текстовым протоколам, не покидая браузера. В целом, экспириенс и опыт работы близок к опыту рабочего стола, несмотря на то, что это находится внутри браузера. какие-то ограничения в браузере, конечно же, все равно есть, но в целом, для большинства задач по такому моментальному подключению, выполнению диагностики, функционал является крайне полезным. Система позволяет как завести именованные подключения, задать полностью произвольные эти адреса имена, которым будет осуществляться подключение, так и выполнять эти подключения для любого из компьютеров, будь то в списке всех компьютеров в конкретной группе, в результатах исполнения тех или иных задач, и есть возможность подключиться к этому компьютеру, еще раз повторюсь, не покидая браузера. Давайте вкратце тоже упомяну уже про оставшиеся механизмы для сопоставления, тоже довольно частый вопрос, возможно, сниму его заранее. Для сопоставления точек обслуживания с конкретными управляемыми машинами у меня предназначен механизм границ. Здесь как раз нам показалось, что термин не настолько заезженный, поэтому мы его тоже переиспользовали. Наш опыт говорит о том, что популярные в рамках того же самого микрософтовского, микрософтовской инфраструктуры способы обнаружения границ, то есть по IP-адресам, ну самые популярные как раз по сайту AD, зачастую при иммиграции на Linux инфраструктуру оказываются непригодными. И различным заказчикам приходится как раз в рамках этой иммиграции выдумывать новые кроссплатформенные механизмы определения, каким образом каждая рабочая станция найдет ближайшую к себе точку обслуживания. Соответственно, здесь мы не ограничиваем администраторов выбором из какого-то комбо-бокса, из каких-то хардхудженных результатов вариантов определения границ, а предоставляем им возможность также заскриптовать, написать свой собственный сценарий. в нашей практике тоже встречались очень разными вариантами, в том числе с использованием различных альтернатив при определении границ. В рамках этих сценариев есть возможность, так скажем, интерактивно на каждой машине выполнить обнаружение, например, при помощи тех же ZeroConf протоколов, так и осуществить через взаимодействие с сервером, то есть через вычисление некоторой общей характеристики для рабочей станции и для точки обслуживания. В таком случае сервер произведет это сопоставление и каждая рабочая станция вернет непосредственно результат сопоставления, то есть перечень из одной или нескольких точек обслуживания. Также замечу, что созданные в рамках данного режима сценарии можно назначить в продуктовом режиме, тогда они сразу будут исполняться, актуализироваться эти данные, и эти данные сразу будут использоваться при распространениях ПО для выбора точек распространения, так и могут находиться в состоянии тестирования, то есть данные будут опять же собираться, система их будет визуализировать, у администратора появляется возможность проверить правильность исполнения сценария, но они не будут использоваться в продакшене. По нашему опыту как раз при переходе, при отказе от Microsoft AD в пользу других реализаций каталогов, данный механизм и данный режим его работы, оказывается очень полезным, поскольку приходится выстрадовать новые механизмы определения, поскольку такого понятия как сайт за границами и Active Directory не существует, а у большинства заказчиков именно такой способ определения границ не использовался. и и уже совсем по верхам есть дополнительный режим, который называется версия агентов Zodiac ITM, здесь в целом расскажу про функцию, агенты системы поддерживают функцию автоматического обновления, то есть единожды установленный агент, в дальнейшем для его обновления уже не требуется от администратора выполнения каких-то ручных действий, все агенты поддерживают автоматическое обновление, обновление публикуется в основной веб-консоли, данный способ не только облегчает задачу обновления для администратора, поскольку убирает все ручные операции, он еще и более эффективный, поскольку используется наш собственный протокол для передачи таких данных обновления, Delta протокол, агент доставляет только те файлы из своего состава, из состава новой версии, которые отличаются от файлов, которые у него есть локальные, то есть он вычисляет какие файлы изменились, какие не изменились, и только обновленные файлы доставляет серверы, остальные используют из текущей версии, что зачастую при регулярном обновлении позволяет существенно сократить объем передаваемых данных и также и ускорить этот процесс и разгрузить в сети. Ну и в дополнение, естественно, поддерживаются различные виды визуализации текущего состояния инфраструктуры с точки зрения версионности агента по количеству, разбивка по различным операционным системам, различные виды визуализации текущего состояния инфраструктуры с точки зрения версионности агента. Ну и, наверное, последнее о том, о чем тоже не могу не упомянуть, зачастую поступают требования специалистов информационной безопасности по наличию любой внедряемой системы в функциях по аудиту. аудит SDIAC ITM также представлен во многих местах. Есть возможность интеграции с существующими у заказчика CEM системами, есть возможность интеграции с популярными в рамках Linux и Windows различных хранилищ, да, для этих событий, но также есть и встроенные, да, средства для просмотра определенных событий аудита. В рамках системы это называется лог изменений и система автоматически ведет внутри себя с публикацией, да, и с предоставлением к этому доступу через ту же веб-консоль управления, именно все изменения, которые были произведены через ее штатный механизм, то есть через веб-интерфейс. По каждому событию предоставляется производится категоризация, естественно, показывается имя пользователя, его идентификатор, который произвел это изменение, ну и также доступна расширенная карточка, которая позволяет вплоть до конкретного запроса или запросов посмотреть, которые были исполнены. Важно заметить, что помимо такого представления этих данных, есть режим просмотра сырых данных, в рамках которого система отслеживает все изменения по базе данных, даже в том числе не произведенные при помощи веб-интерфейса. Соответственно, для таких событий она не может их автоматически категоризировать, поскольку производились они через внешние инструменты, но тем не менее позволяет их также обнаружить и подкрасить при отображении аудитору или при передаче в внешнюю систему. Ну, коллеги, да, времени, как обычно, у нас всегда мало, поскольку система довольно обширная, далеко не всех ее возможностей удалось коснуться, но тем не менее, давайте попытаюсь на какие-то вопросы ответить, которые уже появились или будут появляться в чате. Спасибо большое, да, вот вопросик. Каким образом реализовано управление ПК, которое находится за пределами, смотрите, в целом, да, система, конечно, ориентирована на то, что все компьютеры находятся в некотором периметре организации, но тем не менее, система может быть настроена, да, в довольно широких пределах. Один из сценариев, который как раз на текущий момент прорабатываем с несколькими заказчиками, это то, что поскольку серверы коммуникации являются горизонтально масштабированные, абсолютно типовыми, как раз есть возможность разнесения различных группировок этих серверов коммуникации, как между различными сегментами, даже сети, да, предприятия, если она поделена на сегменты, так и выделение части из них в отдельную, да, группировку, предназначенную для взаимодействия с внешними клиентами. То есть в целом, да, такие конфигурации тоже возможны, но это уже должно, наверное, отдельно решаться на этапе проектирования конкретного решения на базе ZDiAC-ITM, на этапе внедрения. Основной сценарий это все-таки работа внутри единой сети заказчиков, организации. Схема лицензирования. Схема лицензирования по клиенту, то есть по количеству агентов, серверы и точки обслуживания каким-то дополнительным образом не лицензируются. В данном случае схема достаточно простая, но уже за более, наверное, подробными условиями лицензирования я вас к нашим партнерам отправлю. Они на вас гораздо лучше просветят, чем я. Так, коллеги, если еще будут вопросы, пишите в чат. Николай, спасибо большое за информацию. Достаточно такой подробной презентации и, на мой взгляд, решение интуитивно понятное для настройки под конкретной задачей и так далее. Николай, можешь, пожалуйста, рассказать еще про там, как это сказать, начальное потребление минимальные ресурсы, которые нужно использовать для тестирования решения. Ну, давайте, да, коллеги, так немного тоже в общих терпанах расскажу. Система, на самом деле, позволяет себя развернуть в очень различных, да, конфигурациях. То есть, например, вот ту конфигурацию, которую я сегодня вам показывал, развернутся на очень компактной, да, инфраструктуре, вообще, так скажем, на сетевом хранилище данных, просто с возможностью установки собственного ПО там на одном целероне, да, и замечательно себя чувствует, да, на очень ограниченном объеме оперативной памяти, замечательно себя чувствует, ну, как раз в рамках такого демо-тестирования. Как раз в рамках демо-тестирования зачастую можно использовать по одной копии каждой роли, можно их установить на одну и ту же виртуальную машину, то есть, как раз в рамках пилотов таких небольших стендов нет необходимости пользоваться, да, всеми средствами по отказу устойчивости, и тем самым можно исключить многие из компонентов, тем самым сильно облегчить, да, и требования к используемому железу для пилота, ну, и к времени, которое требуется для его развертывания. соответственно, минимальная, да, наверное, конфигурация это, грубо говоря, один сервер слэш рабочая станция, здесь каких-то ограничений нет, в рамках него устанавливается одна копия сервера администрирования на ту же машину, одна копия сервера коммуникаций, PostgreSQL в том или ином издании, поскольку обе роли находятся в единственном экземпляре, то в качестве SHD может выступать обычная папка на том же самом компьютере, поэтому данный компонент исключается. Опять же, в рамках стендов в зависимости тоже от ваших потребностей можно развернуть систему без использования провайдера OpenID Connect, то есть данные возможности по аутентификации возможно отключить, ну, так скажем, в угоду ускорения, развертывания, или, опять же, использовать любую конфигурацию TicLock. Если тестирование производится в рамках операционных систем Windows, то установка того же TicLock максимально автоматизирована, занимает буквально несколько минут, поэтому зачастую этого не требуется. То есть, в целом, да, если вы хотите у себя получить копию, да, Zodiac и ATM, и для этого спрогнозировать какое-то железо, то здесь требования, ну, фактически, да, произвольные. То есть, можно вписать систему в таком пилотном исполнении в произвольное железо и протестировать. есть ли возможность получить демо-копию для тестирования. Ну, коллеги, тоже вас отправлю к нашим замечательным партнерам. Есть различные, да, программы, по которым осуществляется доступ. Спасибо, Николай. И тогда я, наверное, завершу там еще парочку слайдов наш сегодняшний вебинар. Собственно, да, коллеги, напомню, что у нас есть общий адрес инфрособаксисофт.ру. Запись вебинара будет обязательно. Она будет выложена на наш YouTube-канал. Ссылочку я в чат продублировал. Также рекомендую вам знакомиться с нашими статьями авторскими на сайте нашего рубрика SoftPower, где мы делаем интересные новости обзоры по тем или иным решениям. И также ведем свой блог на Хабре, где наши инженеры разбирают по косточкам, можно сказать, да, какие-то решения те или иные. И, пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсети в Telegram и ВКонтакте. Будем рады видеть. Также публикуем там интересные новости по разным производителям. На экране указан мой адрес. Если есть желание, пишите мне напрямую. обязательно вам отвечу. Также мы после проведения вебинара будем вам звонить и собирать обратную связь. Это очень важно для нас. Мы на основании вашей обратной связи корректируем информацию, контент и так далее, который мы вам предоставляем. И будем рады вашим ответам. Еще раз, Николай, благодарю вас за проведенную презентацию и демонстрацию. Решение очень интересное, на мой взгляд, и будет интересно нашим заказчикам, в том числе. коллегам, родмэп, родмэп довольно регулярно меняется, мы стараемся подстраиваться под нужды рынка, под нужды заказчиков, которые системой пользуются, начинают пользоваться. Соответственно, рады тоже любому фидбэку и вашим идеям. Спасибо еще раз всем, тогда до новых встреч, будем рады всегда вас видеть. Всем хорошего дня, до свидания.